На еженедельном расширенном планерном совещании в администрации Северского района провели торжественную церемонию вручения паспортов молодым жителям района, достигшим 14 лет. Ребята получили главный документ и экземпляр Конституции. В рамках планерного совещания прошло заседание районной антинаркотической комиссии, где обсудили результаты правоохранительной деятельности по пресечению незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ на территории муниципалитета. О проделанной работе за 11 минувших месяцев 2023 года доложил исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Северскому району Руслан Хасанов. Сотрудниками отдела ОМВД России по Северскому району зарегистрировано было 50 преступлений, что на 6 преступлений больше, чем за отчетный период 2022 года. Преступления по линии незаконного оборота наркотиков, связанных с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, это 20 преступлений, что на 9 преступлений больше, чем за отчетный период. Связанных со сбытом наркотических веществ 23 преступления, что на 11 преступлений также больше, чем за отчетный период 2022 года. За данный период незаконного оборота наркотиков изъято 1748 граммов наркотических средств. На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. Прежде всего, для несовершеннолетних граждан и молодежи. В свою очередь, сотрудники Управления по молодежной политике совместно с участниками движения «Молодежный патруль» занимаются ликвидацией надписей, содержащих ссылки на интернет-ресурсы, пропагандирующие употребление и распространение наркотиков. Их закрашивают, информация направляется правоохранителям. Обсудили также исполнение программы по замене 5% сетей водоснабжения. Свою норму перевыполнили Ильское и Новодмитриевское поселения. А вот Северское и Черноморское немного отстают. В последнем, к тому же, существует не менее серьезная проблема. Теплоснабжающая компания КТЭК окончательно решила расторгнуть договор с 1 января 2024 года. Глава местной администрации Владимир Жигулин заявил о создании МУПа, который не оставит жителей в холоде. Однако пока он не сформирован, и остаются вопросы о наличии средств на его создание. Когда вы будете это делать? Еще раз напоминаю, сегодня 11 декабря. Вы еще не отдали никуда документы на оформление. Как будет? 1 января 2024 года вы несете полную ответственность по закону 131 за подачу теплоснабжения, подачу тепла в многоквартирные дома, в частный сектор и в объекты здравоохранения и образования социальной инфраструктуры. Владимиру Жигулину срочно рекомендовано предоставить информацию о порядке действий касаемо создания нового предприятия, которое должно поставлять тепло в дома черноморцев с нового года.